Больше ста экспертов выступили на Всероссийской конференции в Алтайском онкодиспансере «Надежда». География участников впечатляет. Якутия, Поволжья, Урал, Приморский край, Москва, Санкт-Петербург. У каждого докладчика передовые идеи по профилактике, диагностике и лечению раковых заболеваний. Одна из важных тем, которую широко обсуждали, бесплатная вакцинация женщин от вируса папиллома человека, который провоцирует рак шейки матки. Профилактика дорогостоящая, от 10 до 15 тысяч рублей. Но необходимое и в некоторых регионах на нее сделали ставку. В Челябинске это ввели, соответственно, в программу профилактики раковых заболеваний и в график-привио. По крайней мере, об этом коллега делился. То есть у них в регионе средства на это нашлись. Но я надеюсь, что губернатор, в виде этот репортаж, найдет средства и у нас. То есть мы на это очень надеемся. В прошлом году в Алтайском крае выявлено свыше 13 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, что на полторы тысячи больше, чем годом ранее. Врачи связывают это с массовой диспансеризацией, где и выявляются патологии. К слову, на конференции федеральные эксперты высоко оценили алтайскую диагностику. Я только могу отметить положительные стороны по поводу касаемой утрозыковой диагностики. Здесь очень сильная команда. Главный представитель, Половинкин Алексей Анатольевич, он является выдающимся специалистом. И в плане диагностики УЗИ, диагностики в онкологии, мне кажется, в Алтайском крае вопрос закрытый. На конференции ведущие врачи онкологических клиник и научных институтов России участвовали в мастер-классах. Отработали методики брахитерапии предстательной железы, хирургического лечения злокачественных новообразований кожи. Мы приехали с опытом организации процесса выявления злокачественных новообразований, каких-то оригинальных подходов. Мы с удовольствием делимся этим опытом. Здесь же хотим узнать о технологиях, которые внедряются в регионе, о путях активного выявления злокачественных новообразований на ранней стадии. Ну и посмотреть, и завязать добрые отношения, и возможно потом приехать еще. На встрече онкологи еще раз напомнили населению о диспансеризации. Пренебрегать ею не стоит. Она поможет выявить заболевания на ранней стадии. Женщинам необходимо проходить скрининг шейки матки молочной железы. Мужчинам обследовать предстательную железу, а всем вместе и сильной половине человечества и слабой в обязательном порядке нужно делать флюорографию и профилактировать рак кишечника. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.